Добрый день! Сегодня я хотела бы рассказать немножко о работе нашего учреждения амбулатории совхоза имени Ленина. Наше учреждение располагается в центре поселка, представлено на двумя отделениями, взрослым и детским отделениям. Здание, в котором мы находимся, было построено, оснащено силами закрытого акционерного общества совхоза имени Ленина. Общее количество прикрепленного населения, это порядка 9 тысяч, мы обслуживаем жителей не только поселка совхоза имени Ленина, но еще жителей 11 населенных пунктов, это сопредельных территорий поселка Развилка и две территории, прилегающие к городу Видное. Основная наша деятельность – это участковая служба. Участковая служба, она представлена у нас двумя педиатрическими, двумя терапевтическими участками. Запись к этим специалистам ведется электронно. Пациенты, которые не смогли записаться на прием по острому состоянию, мы их принимаем в кабинете неотложной медицинской помощи. Там прием ведет фельдшер с большим опытом работы. Стаж работы порядка 20 лет – это на скорой медицинской помощи. Прием ведется как взрослого, так и детского населения. Помимо участковой службы ведут у нас прием и узкие специалисты в амбулатории – это врач-офтальмолог, невролог, врач-акушер-гинеколог и врач-стоматолог. Спектр диагностических услуг, которые у нас здесь проводятся, достаточно широкий, и мы являемся, наверное, самой мощной амбулаторией из девяти амбулаторий, которые работают в Ленинском районе. Это начиная из кабинета клинической лаборатории, где забор анализов берется каждый день. Это ультразвуковая диагностика для взрослых и детей. Мы смотрим все органы и ткани. Это рентгенологические методы исследования, включая маммографию. Это скрининговый метод, который на сегодняшний день очень актуален, потому что заболевание молочной железы является самым распространенным на сегодняшний день из онкологических заболеваний. Эндоскопия работает у нас два раза в неделю. Мы обслуживаем не только наших жителей, но и жители поселка Развилка. Функциональная диагностика – это КГ для взрослых и детей. Лечебные процедуры наши пациенты могут получить ежедневно, это делая различного рода инъекции, которые назначает врач. Широко пользуются популярностью дневной стационар, он у нас терапевтического профиля. Здесь проходит лечение пациента с хроническими заболеваниями, такие как сахарный диабет, ишемической болезни сердца, цервовоскулярные заболевания. Проводится лечение по острым состояниям, заболеваниям позвоночника, заболеваниям суставов. Это всё подкрепляется работой физиотерапевтического кабинета, где лечебные токи, которые у нас есть, они все представлены на хорошем оборудовании. Говоря о лечебном процессе, нельзя не затронуть профилактическую работу в нашем лечебном учреждении. Уже много лет работая в рамках национального проекта «Здоровье», здесь, в стенах нашего учреждения, а также в медицинских кабинетах школьно-дошкольного учреждения, очень широко развернута прививочная деятельность. Хочу сказать, что ребятишки прививаются активно, отказов от проведения профилактических прививок с каждым годом становится всё меньше и меньше. Это, в основном, дети, которые имеют медотводы по каким-то заболеваниям, либо повышенный аллергический фон. В учреждении проводится диспансеризация взрослого населения, смотрятся предприятия, смотрятся организации, также неорганизованные населения, преимущественно лица пожилого возраста. Пройти диспансеризацию в нашем учреждении может каждый. Диспансеризация проводится раз в два года, но в те года, которые не попадают, например, в ваш год рождения, вы проводите профилактический осмотр, где спектр обследований тот же, как и в диспансеризации. Если мы говорим о биохимических анализах крови, клиническая лаборатория, в учреждении мы имеем своего сотрудника, а вот по забору биохимических анализов мы ежегодно проводим электронные торги, это проводят через электронные площадки. И поставщик этих услуг, он у нас каждый год меняется. В основном такие перебои с забором крови биохимических, они возникают в начале года, где мы определяемся поставщиком, идут подписания договоров. Ну, начало года, оно так всегда у нас сложное. Два-три забора биохимических анализов крови у нас, как правило, западают. Но на сегодняшний день все восстановлено, работа поставлена. Уважаемые жители, основные цели, которые мы ставим в своей работе, это, конечно, качество и доступность оказания медицинской помощи. Мы открыты для общения, поэтому обращайтесь, мы постараемся вам помочь. Будьте здоровы!